Антрепренер под диваном. Рассказ Антона Павловича Чехова. Закулисная история. Шел водевиль с переодеванием. Клавдия Матвеевна Дольская-Каучукова, молодая, симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платья цыганки, чтобы в мгновение ока облечься в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел, возможно, гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от легкого холода, стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал, «Грехи наши тяжкие, ох!» Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель — под диван. И что же? Под диваном она увидела длинную человеческую фигуру. «Кто здесь?» — вскрикнула она в ужасе, отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой. «Это я! Я!» — послышался из-под дивана дрожащий шепот. «Не пугайтесь! Это я!» Цсссс! В гнусовом шепоте, похожем на сковородное шипение, артистке нетрудно было узнать голос антрепренера Индюкова. «Вы!» — возмутилась она, красная как пион. Как? Как вы смели? Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали. Этого еще не доставало. Матушка, голуба моя, зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. Не сердитесь, драгоценная. Убейте, растопчите меня, как змия, но не шумите. Где? Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю. Напрасно даже вы прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная. Вы, слушайте старика, одной ногой уже в могиле стоящего. Незачем иным тут валяюсь, как только ради спасения моего погибаю. Глядите, волосы на голове моей стоят дыбом. Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ужасно. Ведь кроме Глашеньки я ему злодею моему. Пять тысяч должен. Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вон. Иначе я не знаю, что с вами с подлецом сделаю. — Ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц-ц. На коленях прошу, ползаю. Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он везде меня найдет, сюда только не посмеет войти. Ну, умоляю, ну, прошу. — Часа два назад я его видел. Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из партера на сцену. — Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись, — ужаснулась артистка. — И все видели? — Антрепренер заплакал. — Дрожу, трясусь, матушка, трясусь, убьет проклятый. Ведь уж раз стрелял в меня в Нижнем, в газете писали. — Ах, это, наконец, невыносимо. Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить. Убирайтесь, иначе я крикну, громко расплачусь, лампой в вас пущу. — Ц-ц-ц-ц... Надежда, вы моя, якорь спасения. Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните! Пятьдесят! Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек. — Семьдесят пять рублей, только не гоните! — прошипел он, задыхаясь. — Еще полбенефиса прибавлю. — Лжете? Накажи меня, Бог, клянусь, чтоб ни дна, ни покрышки, полбенефиса и семьдесят пять прибавки. Дальская Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери. — Ведь вы все врете, — сказала она плачущим голосом. — Провались я сквозь землю, чтоб мне царствия небесного не было. Да разве я подлец какой, что ли? — Ладно, помните же, — согласилась артистка. — Ну, полезайте под диван. Индюков тяжело вздохнул и с сопением полез под диван, а Дальская Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек. Но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая с себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже и посочувствовала. Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеевич. Чего я только под диван не ставлю? Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано «Оставайтесь с нами». Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия. «Ха-ха! Вообразите, голубушка!» — заговорил он, подходя к ней. «Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите! То был вовсе не Прындин! Ха-ха! Черт его возьми! Длинная рыжая борода меня с панталыку сбила! У Прындина тоже длинная рыжая борода! Обознался старый хрен! Ха-ха-ха! Напрасно только беспокоил вас, красавица! Но вы же смотрите, помните, что мне обещали!» — сказала Дальская Каучукова. «Помню, помню, родная моя! Но, голубушка моя, ведь то не Прындин был! Мы только насчет Прындина условились, а зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Прындин?» «Будь то Прындин, ну тогда, конечно, другое дело! А то ведь, сами видите, обознался чудака какого-то за Прындина принял!» «Как это низко!» — возмутилась актриса. «Низко! Мерзко!» «Будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтоб я обещание исполнил! А то ведь черт его знает, кто он такой! Может, он сапожник какой или, извините, портной! Так мне и платить за него? Я честный человек, матушка, понимаю!» И, отойдя, он все жестикулировал и говорил «Если бы то был Прындин, то, конечно, я обязан! А то ведь какой-то неизвестный, какой-то шут его знает, рыжий человек, а вовсе не Прындин!» Спасибо, что дослушали до конца! Если запись вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал! Продолжение следует...